вот посмотрите какая интересная вещь ведь можно просто взять включить вот это записывающее устройство не грузить пока его туда на youtube и никуда не грузите просто самому с собой разговаривать глядя в объектив вы видите перед собой на экране вашу собственную персону которая является вашим партнером временным в диалоге можно назвать эту систему диалог дело в том что человек нуждается в общении и он часто может быть приходит к другу поговорить вылить там свои эмоции разгрузиться услышать какое-то мнение человеческое общение очень нужно психоаналитику придет начинает выговариваться что-то рассказывать на этом целые индустрии построены экономические обучают психотерапевтов целые школы и так далее чтобы наводить внимание человека на его больную точку чтобы начал выговариваться так и когда л được выговариваются особенно когда она выговариваются потоки то есть когда больная . тогда вот как затычка из бочки вытащил и поток лился полился поток и вот человек выговариваются выговаривается когда деда между слов по мизу словами нет расстояния, когда они сплошным потоком, тогда и происходит разгрузка. Вот я замечал, когда, значит, приходит ко мне человек просто в гости. Есть люди, которые, когда выговариваются, когда начинают что-то рассказывать, им трудно переключаться на какую-то другую тему, которую ты им предлагаешь. Он говорит и говорит, и ему трудно переключаться, то есть он ходит в трансразгрузке. Эти люди сами по себе, когда я изучал, они обладают некой сомнамбулической чертой, то есть они легко гипнотизируются. И они вот на самом деле, когда грузятся какими-то идеями или грузятся какими-то обстоятельствами, какими-то психосоматическими страхами и прочее, они грузятся, а потом разгружаются вот так. Вот они разгружаются, а тебя вот загружают. Вот видите, сколько я сейчас сказал слов. Совершенно спокойно я сказал, ничего особенного не придумывал. Я просто говорю и говорю, говорю и говорю, потому что я вижу себя на экране. Я разговариваю сам собой, как бы собеседник. Вы представляете, что я вам предлагаю? Я вам предлагаю живого собеседника в вашем собственном лице. И вы таким образом можете, выговариваясь, вот как в автописьме. Помните, я вам рассказывал, как путь художника. Там женщина, она перенесла инсульт, и потом она каждое утром, когда еще не совсем проснулась, она садилась и писала, все, что в голову придет, ну там 10-15 минут, автописьмо называется. Вот я сейчас до этого говорил о выговаривании, она выписывала. Механизм один и тот же. Она потом, в конце концов, четыре книги, по-моему, написала путь художника, а я и выздоровела после инсульта, потому что выговаривалась. Это же очень интересное дело. Поэтому человек и нуждается в общении, ему же и выговориться надо. Вот видите, как я непрерывно говорю, даже не задумываясь, потому что я вижу свою собственную персону, как будто я говорю сам собой. И при этом я не задумываясь, потому что я не боюсь оценки. Я просто говорю, что у меня в голову придет, и это мне помогает. Да, и мне это помогает, потому что я освобождаюсь от каких-то зажатостей, от блоков сознания, от блоков тела. Я когда выговариваюсь, я как-то еще и жестикулирую, я произвожу некие действия, которые синхронны текущему моему состоянию, которые помогают снимать напряжение. Ну, я говорю, что повторяемые движения снимают напряжение. И здесь это то же самое, в жестикуляции это происходит. И вот когда я выговариваюсь вот так, вы представляете, я не знаю, может быть, кто-то когда-то давно создал это изобретение. Я его впервые создал сейчас для себя. И делюсь с вами. А вы найдите, пожалуйста, там в Ютубе, найдите где-нибудь в книгах, вот это вот устройство, которое я предлагаю. То есть, есть изобретение, знаете как, изобретение есть, один из таких изобретений, несколько вариантов, там способы, штаммеры микроорганизма, есть устройство, есть использование известного устройства в новом назначении, тоже изобретение. Вот я сейчас вам говорю, изобретение, если это никем раньше не было создано. Это использование известного изобретения в новом назначении. Вот я вам предлагаю сейчас, чтобы вы садились вечером или в удобное для вас время, когда вам хочется выговориться, или когда вы чувствуете какую-то депрессию, когда вам хочется восстановить свои силы, открыть свои потенциальные ресурсы, развить свои творческие качества. Вы обратите внимание, как я говорю. Как я говорю, органично, легко, свободно, потому что, во-первых, меня никто не слышит, меня никто не контролирует, мне никто не мешает, меня никто не оценивает, никто не прерывает поток моей речи. То есть здесь нет того момента, когда человек ко мне пришел, начал что-то говорить, а я его перебиваю. Здесь такого нету. Здесь как раз таки я высказываюсь и высказываюсь, и как течет река. Вы понимаете, как это оздоровительно? Это так здорово, это так просто, это так прекрасно. Вот посмотрите, я поставил свои картины. Да, я сижу, смотрю на себя, любуюсь. Каждый человек хочет полюбоваться на себя. Каждый человек, когда смотрит в зеркало, он же представляет себе, для чего он смотрит в зеркало, особенно женщины, да и мужчины. Они, когда смотрят в зеркало, они же играют какую-то роль, они себе невольно, они находятся во внутреннем диалоге. И человек это социальное существо, когда он смотрится в зеркало, он как бы мысленно представляет себе, как он выглядит где-то, с кем-то, разговаривая, общаясь, какое он впечатление производит на кого-то, как он на кого-то влияет, как он должен слушать кого-то, кому-то как должен улыбаться. Он же во внутреннем диалоге находится. А здесь я вам рассказываю, как этот внутренний диалог сделать то же самое, озвучить его. Озвучить его, вот этот внутренний диалог. Когда вы озвучиваете, вы освобождаетесь от этого потенциала. Вы от него и освобождаетесь, и голова становится как бы опустевшей, свободной, разгруженной. Вы выходите на нулевое состояние. Видите, у меня даже голос улучшается, повышенное напряжение падает, снижается. Я говорю, всё легче, легче, да я скоро так запою. Вы представляете, и вы так можете делать. Это отличная самопсихотерапия. Просто берёте это устройство, включаете, сами с собой разговариваете, то есть смотрите на себя как в зеркало. Повторяюсь, человек любит на себя смотреть в зеркало, а вы тут видите себя, и вы можете так говорить, и так говорить, и высказываться, и никто вам не мешает. То есть вы себе создали помощника. Диалог. Вы создали себе некую субличность, если говорить так вот, языком, так сказать, современных технических возможностей. Вы создали себе через эту технику субличность. Ну то есть по существу то, что вы делаете, безусловно, внутри себя, в ограниченных возможностях, то теперь вы делаете именно в человеческом общении, но говоря сам собой. Вы идеальный собеседник для самого себя. Всё, что можно придумать полезное в человеческом общении, большую часть оттуда вы можете реализовать, без того, чтобы грузить какого-то собеседника. А вы можете сами как бы разгружаться и в то же время не загружаться, а наоборот разгружаться, в то же время не загружаться, никому не вредить и развиваться таким образом. Я почему это сейчас придумал? Потому что я последние несколько дней думаю, как же самому себе помочь, чтобы выздороветь и лучше себя чувствовать. Вы представляете, что я придумал? Я стоял, смотрел в окно и вспоминал. Когда я был совсем юный, молодой, вот так же шёл снег, я представил себе, что я тогда ходил по улицам, я был такой бодрый, такой сильный, такое вот вообще всё было впереди. Я думал об этом и думал, как же мне это воспроизвести. Сегодня, когда я уже в своём возрасте, вот у меня завтра день рождения, 72 года. Я поэтому придумал сейчас ответ на вопрос. Я себе задавался этим вопросом, стоял в окошко смотрел. А сейчас весна начинается, уже марта, у меня 4 числа как раз день рождения. Я подумал, не восстановить ли меня в свою юность, не возобновить ли мне свою жизнь и делать её уже какой-то лучше, чем раньше. Не стареть, а молодеть, потому что я сейчас придумал способ разгрузки для себя с идеальным собеседником. Друзья, это, по-моему, здорово. И так ещё раз повторяю. У меня на компьютере есть записывающее устройство, где я на экране вижу себя, когда я записываю, чтобы потом загрузить в YouTube и вам показать. Так вот, я теперь не записываю ничего, а просто в этом записывающем устройстве разговариваю, глядя на себя. Таким образом, я придумал штучку. Можете ею воспользоваться, и всем будет хорошо. Друзья, я дарю вам это. Может, кто-то когда-то придумал это изобретение. Я не претендую на новизну. Я просто говорю о том, как это здорово. Я сам на себе всё проверяю. И сейчас проверю. Как легко мне дышится, как хорошо мне говорится, как свободно мне говорится, потому что я ничего не боюсь сказать. Меня никто не слышит. Вы представляете? Сам с собой разговариваю. Это мой внутренний диалог, который я выпускаю как бы наружу. И получается, ещё раз повторюсь, разгрузка синхронная моему текущему состоянию. Одновременно ещё и жестикуляции. О, как здорово. Она сочетает в себе и автописьмо механизмы, и психоанализм механизмы. Очень много каких механизмов. И почему людям помогает жестикуляция, почему людям помогает общение. Вот я всё это скомпонировал и вам рассказал. Итак, друзья, пользуйтесь. До встречи. Это школа. Человек будущего. Хомофутурис. Создай себе собеседника. Создай себе помощника. Называется диалог.